Украинка 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 В попытках доказать, что украинские курорты куда привлекательнее крымских, но с мест звучат совсем другие замечания. Так, украинка Евгения Цветанская на своей страничке в фейсбук рассказывает, чем обернулся рекордный поток отдыхающих для украинских курортов. Высокая концентрация соотечественников на ограниченном пространстве пляжа привела девушку в состояние шока. Обливающиеся потом мужики, жующие арбуз под пиво, огромные очереди желающих сфотографироваться с тем или иным символом пляжного отдыха, мусор, окурки, в том числе и вставленные в рот статуям, украшающим набережную. Контраст с отдыхающими в Крыму россиянами налицо. По словам Евгении, хочется зарыть голову в песок, ибо бежать некуда, везде шум и суета. Постоянные выкрики на суржики, ревущие, изжарившиеся на солнце дети и их матери, не желающие упустить и минуты отдыха. Отчаянная ругань за место для покрывала, за право прокатиться на банане, а временами и просто так. Если ранее украинские отдыхающие распределялись по различным местам отдыха, активно используя возможности более дешевой северной части Крыма, то теперь они все сконцентрированы в немногочисленных рекреационных зонах Украины. И судя по всему, их концентрация превысила разумные пределы. Мы без Крыма превратились в грязное болото, обращается к своим читателям из России Евгения, и девушку можно понять, даже те, кто ранее мог культурно отдыхать в Крыму, посреди всего творящегося на пляжах Бердянской или Генеческой отбрасывают характерные для приличных мест отдыха нормы и ударяются во все прелести отдыха по-украински. Впрочем, ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не долгожданный безвиз, кое-кто из тех, кто мог бы еще сильнее усугубить ситуацию на украинских пляжах, уже работает в странах Восточной Европы, наплевав на изначально туристический характер безвизового режима. Спасибо за просмотр друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии друзья, ссылка на статью в описании. Спасибо друзья.